Детали и я, Дина Канделаки Детали и я, Дина Канделаки Я понял, что больше так жить не могу И я видел полниру мне до тысячи лет И на стыгах путей не один километр Светлана Сурганова – интеллигентная петерская хулиганка, как она сама себя называет. Она похожа на свою музыку, удивительно цельную, но всегда разную. Ее самой заметной чертой при первом знакомстве оказывается обезоруживающая искренность. Когда появился коллектив «Ночные снайперы», критики предвещали «Вот возможность рождения новой музыкальной эстетики». Когда Сурганова ушла из снайперов и организовала свой состав «Сургановый оркестр», все заговорили о том, что вместе с ее песнями к нам вновь вернулся тот интеллигентный умный рок, который почти позабылся со времен «Аквариума» начала 90-х. Сама Светлана в шутку окрестила свой стиль «вип-пандекаданс». Врач-педиатр по образованию Сурганова считает, что не музицирует. От первой профессии далеко не ушла. Ее музыка лечит душу. А может, ночь, не так уж плохо все? Скажи мне, ночь, и есть у каждого дорога в ночь. На небе ровно столько звезд, сколько наших глаз Сергей Галанин, отец-основатель группы «Серьга», тоже когда-то находился в довольно многочисленном и сплоченном коллективе. До этого он учился в МИИТе на факультете «Мосты и тоннели». Далее была группа «Бригады С», в которой Галанин стал играть после знакомства с Гариком Сукачевым. Когда группа распалась, Сергей Галанин пустился в сольное плавание. Именно в это время просто красавчик Сергей Галанин вдруг неожиданно для всех выходит из тени и заявляет о себе, как о самостоятельной творческой единице. В середине 90-х «Серьга» прочно утверждается в высшем эшелоне русского рока. Участвует почти во всех официальных рок-фестивалях, собирает полные площадки на всех сольных концертах. Внешне Сергей Галанин манерен, внутренне он большой хохмач. Однажды он сказал о прозе своей жизни практически стихами. «Когда я подъеду к своему дому на дорогом автомобиле, из которого еле вылезу из-за тяжелого живота, вот тогда, наверное, я буду считать себя крутым. Но, боюсь, до этого не дойдет». С удовольствием представляю моих сегодняшних гостей. Сегодня у меня в гостях Сергей Галанин. Добрый вечер, здравствуйте. Светлана Сурганова, добрый вечер. Здравствуйте, мироспит. Как у меня для вас есть много историй, вы даже себе представить не можете, с какой начать. Значит, Москва, полгода тому назад, ночь, я в машине, ваш последний альбом «Возлюбленная Шопена», и я просто обезумев ставлю другу, который занимается музыкой, но он промоутер, и я ему говорю, ты понимаешь, это же гениально. Ну как ты вот, ты послушай «Седого ангела», там, ты послушай «Мой энергетический вампир». Ну ты понимаешь, что это? Он говорит, ну да, тебе нравятся замовные песни, но ты понимаешь, что вот это не будет продаваться так. Я говорю, ну как же оно не будет продаваться, если люди читали, если люди чувствовали, если люди любили. Они же почувствуют, они же себя увидят. Он говорит, нет, ты ничего не понимаешь. Я начну не с того, как вы к этому относитесь, а вот у тебя такое бывает, Сереж, что ты что-то слушаешь, ты понимаешь, гениально, но при этом понимаешь, почему-то только ты там, твои близкие, единомышленники, и не большинство. Бывают. А что это? Света. Честно. Я ехал сегодня, играла очередная песня. Твоя какая, любимая? А моя как раз вот эта вот, она, наверное, из последних. Ну, я могу ошибаться, но с другой стороны, ты меня тогда поправишь. Когда себя не вижу, словно чашку яда выпью. А, это песня «Ворон». «Ворон». Смешная была ситуация по поводу этой песни. Одна журналистка мне рассказывала о том, что этот альбом полюбился ее маленькой дочери. Дочери лет пять или шесть. Любимая песня из этого альбома про ворана. Я долго не могла понять, о чем речь. Какой ворон. Я в жизни не пела, не слагала стихов про ворана. Вообще плохо понимаю, как это животное выглядит. Оказалось, что ворон. Ну, хорошо не так, ирхоти. Ну, смешно, видите, значит, детям тоже нравится то, что... Ну, то, что вот на самом деле, как вы думаете, искреннее, настоящее, там, я сейчас не хочу пафосным словом, гениальное. Вот такие вещи, они нравятся большинству. Сколько раз у тебя, Сережа, было, когда ты написал песню, думаешь, вот, фантастическое. А люди не понимают. И даже все люди понимают. Каждая песня так рождается, да? Не, ну ладно, у тебя есть миллион песен, которые популярны среди населения. Вот хочется понять, насколько это четко. Ты создаешь, ты понимаешь, гениально. И сразу же идет в люди, люди это тоже понимают? Или чаще всего ты создаешь, что на самом деле самое искреннее, самое настоящее, самое про тебя, люди это не понимают? А то, что создаётся в последнюю очередь, оно больше всего и воспринимается аудиторией? Я думаю, люди это не понимают в большинстве своем, потому что это не понимают те люди, которые это стоят в эфир. Они стоят совсем другие песни, не те, которые мне больше нравятся почему-то. Но я думаю, что такая ситуация со многими. И, соответственно, большинство людей, которые... Не те, которые знают твои песни на зубок по пластинкам, а те, которые, так сказать, по эфирам, скажем так. Так, ведь большинство людей все-таки ориентируется на какие-то, знаете, эфиры. Но мы же как раз, мы эти большинство людей, мы же заложники того, что делают вот эти люди, которые ставят песни. Они выбирают песни. Соответственно, они, выбирая песню «Мой шоколадный зайц», делают так, что там песня «Мой энергетический вампир» ну, не будет звучать по радио, потому что это место должна занять, грубо говоря, да, все же занимать какие-то места. Там «Мой шоколадный зайц». Я вынуждена слушать, я заложник шоколадного зайца, он же не дает дорогу энергетическому вампиру. Ну, не знаете, мне кажется, что ты и понятие «заложник» вообще взаимоисключающие вещи, понятие. Ты никогда не сможешь стать заложником шоколадного зайца, потому что ты человек, который определяется, и причем делаешь это абсолютно самостоятельно, насколько это я могу себе представить. И ты выбираешь, какую музыку тебе слушать, какие кинофильмы каких режиссеров тебе смотреть. Вот, мне кажется, значит, вливаясь в дискуссию по поводу этой темы, каждой музыке, может быть, каждой поэзии свое время. Так случается, что некоторые поэты просто опережают свое время, и потом, лет через 15, там, 10, эта музыка или эта поэзия, она доходит до основной массы. Почему так говорю? Потому что, ну, говорю о чем знаю, есть такой альбом, может быть, ты знаешь, у «Ночных снайперов» «Детский лепет». Один из первых альбомов, такой смешной, записанный на совсем каком-то примитивном оборудовании. Так вот, прошло 10 лет, теперь уже, наверное, 12. Вот, и сейчас он пользуется большим спросом. Причем не только у фанатов, а его хотят сейчас переиздавать. И сейчас очень многие, совершенно посторонние, далекие от этой музыки и вообще от музыки люди подпитают к этой пластинке интересов. Ну, это все равно слабое утешение. Ты понимаешь, я чем руководствуюсь? Говорят, допустим, вообще можно делить, а в музыке, наверное, все-таки я апеллирую понятием рок-музыка, да, в данном случае, на мужскую, на женскую? Не надо. Не надо, да? Конечно. Я бы и на рок-музыку, да, я бы и слово «рок-музыка» не употреблял. Нет, мужское и женское кино, они все-таки разные, вот согласитесь. Кино, которое снимает женщина, пусть даже талантливое, это одно кино, как и книги. Это одни книги. Книги, которые пишет мужчина, кино, которое снимает мужчина.